Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша программа приехала в очень интересное место. С одной стороны река Клязьма, с другой стороны густой лес, а посередине Знаменский женский монастырь. О нем наш сегодняшний рассказ. Город Гороховец уместился на правом берегу реки, а вот левый берег местные жители так и не освоили. Но территория, непригодная для мирской жизни, подошла для монашеской. Знаменский монастырь – это самая древняя обитель в Гороховце, основанная на средства купца Петра Лопухина в 1598 году. Этот монастырь был основан, есть две даты, в конце XVI века и начало XVII века. Изначально здесь был мужской монастырь. И были первые времена до 20 человек, братья. Но это было очень мало. Как раз из-за малобратства Петр I упраздняет монастырь. И святая обитель становится подворьем Свято-Успенской Флорищевой пустыни, что примерно в 40 километрах отсюда. Флорищевая пустынь использовала это место в хозяйственных целях, когда приезжали в Гороховец, тут какая-то, видимо, дорога была. Я не знаю, как они ехали. Но здесь и лошадей ставили, и по сути здесь уже как бы вот еще стало меньше и уединеннее. Монастырская церковь была построена в конце XVII века, ей 350 лет. А в XVIII веке здесь появился предел Иоанна Богослова и колокольня. Вообще был вход здесь, и колокольня где-то в этом районе стояла. В какой-то потом период времени, я не знаю, что с ней произошло, мы не нашли документов. Может, ее разрушили специально или перенесли, я не могу сказать. Ее перенесли вот сюда, вот она, так она сейчас как бы и есть. А уже в наши дни к церкви была пристроена иконная лавка. Обратите внимание вот на эту пристройку. Она появилась уже в наше время не просто так. Дело в том, что после революции власти хотели уничтожить колокольню. Закрепили на ней тросы, рванули, возникла трещина. Но колокольня устояла. Видно, что она немножечко накренена, эта колокольня. И мы, по благословению архиепископа, пристроили лавку церковную, чтобы подпереть немножко эту колокольню. А колокольня над нами прямо? Да, вот она прямо над нами. На фотографиях видно, что у монастыря была своя каменная ограда. Ее разрушили после революции. А вот часть старинного келейного корпуса уцелела. И вот этот келейный корпус, он так и сохранился тоже. Это 18 век. Первый этаж каменный, 18 век. Вот даже часть стены видно, она полуразрушена. А второй этаж деревянный, срубой тоже при матушке пристраивалась. Вот, собственно, и был весь монастырь. Все. Вот тут братья трудились, молились. У них чем они занимались? У них огороды были небольшие, пчелы были. Они собирали требы, молились. Вот, в общем-то, была их жизнь. После революции Знаменское подворье вместе с Ларишевой пустынью было ликвидировано. Имущество конфисковали, а храмовые постройки приспособили под скотный двор и склады. Я сюда приехала в 1999 году, 14 июня месяца. Я жила в Ивановском Святоведенском женском монастыре. Вот, когда встал вопрос, что здесь был 4 года мужской скит от мужского Никольского монастыря. И владыка как-то ему положилось на сердце здесь сделать женский монастырь. Здесь вообще-то была городская свалка, помойка была. Здесь все было заросло бурьяном. Здесь очень много было гадюк, ужей, пауки, мыши, крысы. Какие-то земляные, какие-то животные были страшные, такие зубастые. Я первые два дня вообще не могла до памяти прийти. Было очень тяжело смотреть на это зрелище. Для жилья тогда был лишь барак, который, как и храм, находился в страшном состоянии. Ведь в советское время там держали скот. Когда уже отдали, передали церкви, вот мы все это увидели, если посмотреть, может быть, где-то в интернете, у нас там есть на сайте фотографии старые. Конечно, были все разрушены, крыши были разрушены, куполов не было, крестов не было, ничего не было. Такие были зияли, черные дырки. Все это было в таком запустении, да. И мы уже когда пришли, стали потихонечку восстанавливать, чтобы можно было молиться как-то. Людям нравится, приходят. Да и самим тоже сестрам хочется, чтобы... Это же наш дом. Хочется, чтобы было красиво тоже. Здесь было очень тяжело первое время. Я уже сюда пришла, мне было 54 года. Сама я родилась в селе, родилась на Украине. И вот эти все земельные работы, все это мне было известно. Это мне помогло здорово, потому что мы сразу здесь раскопали немножко целины, посадили огурцы, помидоры. И уже в зиму мы свою консервацию делали. В первое время сестер было очень мало. Тяжелые условия жизни были под силу не каждой. Здесь необходимо трудиться, ведь монастырь находится на полном самообеспечении. Чтобы здесь выжить, надо за счет чего-то жить. Потому что сначала, когда мы открылись, немножко люди ездили к нам. У нас был приход. Ездили с окраин, с Нижегородской области ездили. А там стали храмы строиться, открываться. И у нас так вот раз и все, прихода нет. А с города там у нас два монастыря и три храма. И люди с удовольствием там ходят в город. А у нас то грязь, то лодка, то мы в затворе, то по льду ходить, то между льдинами плавать. Кому это понравится. Во время весеннего разлива Клязьмы река может доходить вот до этого места. Но старинный храм построен на возвышении, таким образом, что вода до него не доходит. Это видно и на фотографиях. Кстати, с сезонными изменениями реки связано и то, что в монастыре два раза в год уходит в затвор. Мы живем за Клязьмой, вы уже видели, да? Здесь, на этой стороне, мы одни живем. И когда река нормальная, вот можем мы на лодке плавать, мы плаваем на лодке. Связь с городом только на лодке. А когда большие льди найдут, и когда невозможно проплыть, мы уходим в затвор. То есть мы затворяемся в затвор, это мы не можем попасть в город. Из города не могут люди попасть к нам. И мы вот сидим, ждем, пока река встанет. Вот. Радуемся, как малые дети. Мы в затворе. Ликуем, радуемся, молимся. И это так бывает в зиму, когда входим, и также весной. Но вот такие трудности, они нам во благо. Как для духовной жизни это очень хорошо, потому что мы всегда здесь одни, в уединении. Мы живем за счет своего хозяйства. Давайте увидим, как здесь делают сыр. Когда постом молоко оставалось, всегда вопрос вставал, куда его девать. Постом-то малышная продукция не употребляется. Ну, что-то там на очередной рынке как-то пытались людям предлагать. А потом всегда стал какой-то сыр, да, какой-то мы варили домашний сыр, там замораживали. Ну, все такое, как бы, таким домашним коленным способом было, да. Потом у нас как-то количество коров увеличилось, и вот эта проблема, она все время вставала. И мы стали пробовать варить свой твердый сыр, пытаться. Что-то получалось, что-то нет. Методом проб и ошибок пришли к мысли, что надо приобрести профессиональную сыроварню. Оборудование это итальянское, и название сыров хранят дух Средиземноморья. Качотто, Монтазия, Азиага, Стракина. Это же прям камамбер, да? Это сыр, да, с белой плесенью французский. У нас тоже вот приезжали технологи, сестры учатся и учились, и все время совершенствуются. Вот пытаемся варить сыр, да. Но есть здесь и свой авторский сыр. Сыр знаменский, получился сладковатым на вкус, и сорт этот пользуется большим спросом. А вот и те, благодаря кому здесь есть и молоко, и сыр, и сметана, в день коровы дают до 100 литров молока. Но тем, кто работает здесь, вставать нужно очень рано. День начинается в 5 часов утра. Тут живут две породы коров – швидская и джерсейская. Они небольшие сами по себе очень, но у них очень вкусное молоко. Жирное, для сыроварения очень хорошо идет. Поэтому как бы вот так немножко их держим, они общей массой нам разбавляют это молоко. И у каждой имя есть? Конечно, у каждой своя кличка, да. У них есть родословное, сколько они рожали кого, бычков, телочек, все как бы. Мы ведем это все, да. Сестры сами пекут хлеб и консервируют овощи. Вот у нас еще одна теплица. Так, это у нас помидорная, у нас огуречная пополам с помидорной была. Вон у нас еще огуречная. Ага. Здесь у нас перчик. А еще с мая до поздней осени здесь множество цветов. Большими трудами сестрам удалось создать свой уголок красоты и молитвы. У нас мы подъем у нас полшестого, официально пойдем полшестого. Мы, если у нас нету службы, то мы читаем правила утренние, три канона, акафист. Вот, бывает и два акафиста мы читаем. У нас есть мошевики, вот всем, которые частицы моши есть, мы стараемся чтить память их. Если есть акафист, мы читаем акафист. Если нет, то читаем, поем величание. У нас есть откровение помыслов, но не так вот, как раньше старцы принимали помыслы. А сестры приходят и просто открывают свои проблемы. Открывают проблемы, даже от этого им становится легче. Ну, я молюсь как могу за эти проблемы. Вот, сестер спрашиваю, если польза есть, сестры как бы видят пользу от этих помыслов, открывать помыслы. У нас очень хорошая библиотека, у нас очень хорошая библиотека. И сестры читают книги, читают, потому что мы изыскиваем очень большую пользу от чтения книг. Вот, потому что старцев нету, мы все не мошные все, мы, конечно, монахи не те, которые были. Вот, когда читаешь молитвы, что мы последние монахи, хуже мирян, ну, так оно и есть. Мы стараемся приблизиться к каким-то чудам, к тем древним монахам, даже не к древним, а вот нашим отечественным. Но старание тоже, может, Господь примет. Здесь не обойтись без лодки. Многие сестры умеют сидеть на веслах. Когда восстанавливали обитель, все строительные материалы – вагонку, цемент, кирпичи, мел, известь – доставляли в монастырь по реке. А еще корма для животных, продукты. Большие паломнические группы сюда сейчас заглядывают нечасто. А вот тем, кто хочет еще и потрудиться во благо святой обители, здесь будут очень рады. Мы нуждаемся и в мужских руках, нуждаемся и в женских. Потому что у нас все равно мы почти, казалось бы, весь труд механизировали, но есть такой труд вот вокруг храма, грядки, там вот теплица, за теплицами ухаживать. И когда начинается консервация, там все равно помощь нужна. То есть мы нуждаемся и в мужских, и в женских руках. И мы, если кто придет в монастырь, конечно, мы берем, мы берем людей в очень преклонном возрасте, мы не берем, потому что никакой человек уже в возрасте не потянет наш монастырь. Надо много молиться в монастыре. Мы делаем первое, что у нас упор на молитву. Вот, в монастыре нельзя жить без молитвы. Просто человек не удержится в монастыре, он уйдет. Вот. Ну, так вот. Пусть люди приезжают. Мы и рады будем. Возрождая и сохраняя монастырские традиции, здесь идут в ногу с прогрессом. В святой обители – геотермальное отопление. Одна из технических новинок. Тепло берется из окружающей среды. Под землей здесь 4 километра труб. Благодаря этому здесь есть и отопление, и горячая вода. Безопасно, экологично и экономично. Жаловаться – грех, потому что у нас все есть. У нас все есть. Для нормальной жизни у нас все есть. Есть послушание, есть хор, есть службы, есть откровение помыслов, есть исповедь, есть причастие. Ну, весь набор. Мы немножко болеем. Кто больше, кто меньше. То есть есть скорби, есть нужды. Все у нас есть. Для спасения все есть. Мы живем в тишине, и это способствует обретению внутренней тишины, усилению молитвенного делания. Так говорят в Знаменском женском монастыре. Оторванность от большого мира создает свой собственный, маленький мир, где есть все, что нужно для жизни, и физической, и духовной. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова